Дорогие друзья, позвольте мне напомнить, ради бога, что люди слушают и смотрят радио Свобода, и мы обсуждаем вопросы сотрудничества с властью как интеллектуалов, так и бюджетников, впрочем, и самых разных людей. Толчком для нашей беседы является выступление Бориса Акунина на митинге 6 мая и его заключение о том, что никакой совместной работы с режимом не может быть, пока люди сидят в тюрьме за политику. Грекурий Охотин, извините, вы хотели что-то сказать, мне кажется, еще какое-то время назад. Нет, я не очень хотел сказать, я только боюсь, что единственное, что останется от меня в этом эфире, это то, что я сотрудничаю с властью. Нет, нет, нет. Мне бы хотелось это прояснить. Давайте в своей работе-то нам расскажите. Я вообще считаю, что не сотрудничество с властью, или точнее сказать, даже замещение ее находится в таких зонах, которые вы для себя выбрали. Сделать самостоятельно какой-то проект, которого не хватает обществу и власти в том числе. Только она об этом не догадывается. Я не имею в виду сейчас кремлевских политтехнологов, я имею в виду чиновные структуры в том числе. Ведь я думаю, что теперь, после организации сайта ОВД-инфо, в том числе и милицейские источники пользуются вашей информацией о том, сколько у них задержанных. Гриш, я не права? Мы сотрудничаем с властью не в том смысле, что поставляем им информацию. Вы ее публикуете, и так или иначе общество и власть в том числе. Я скажу. Прежде чем сказать, я бы хотел отметить, что по-прежнему вы все в разговоре используете слово «режим» совершенно нерефлексивно, так как это принято в дискурсе кровавых губней. Режим Путина. Режима не существует. Путин не один. Помимо Путина есть еще, например, я и ты. Это уже нас трое. И этот режим создаем мы своими руками. Нет, я не могу. Что, подожди, Саш, подожди. Режим проистекает из взаимодействия всех этих акторов. Нету режима Путина. Есть конкретная политическая сила, которая называется, допустим, силовики. И на фоне взаимодействия силовиков с так называемой либеральной башней Кремля появляется режим. И оперировать, сотрудничать с режимом или нет, надо сначала определить, более-менее уже определить, что такое сотрудничать. Но что такое режим? Потому что, возвращаясь к самому простому примеру, это Советский Союз, в котором все было государственным. Сейчас у нас есть частные медиа и нечастные медиа. А тогда все было нечастным. Надо сразу четко все-таки разделить, чего вы еще не сделали. Бюджетную сферу от государевой сферы, то есть от чиновничества. Работать в администрации президента, на мой вкус, западало. Работать в правительстве замминистра, на мой взгляд, это уже некоторый сильный личный выбор человека. Если он честен в своей работе, это допустимо, хотя я бы, например, не пошел. Меня, слава богу, не зову. Ну так вот. Допустимо, но я бы не пошел. Это же недопустимо. Нет, почему? Это мой личный выбор. Я не хочу его транслировать, морализаторность для всех, потому что у каждого есть некоторый свой выбор. Нет, нет, Саша, это не лицемерие, это нормальный человеческий политик. Подожди, дайте договорить, Гриша, мне интересно про режим дослушать. Ну, пошел бы. Приходится брать на себя, в общем-то, не самые приятные обязательства. Но у нас все проще. Мы просто информируем о том, кто задержан, и пытаемся им помочь в отделениях полиции, в спецприемнике и в тюрьме. А для того, чтобы их безболезненно оттуда вынуть, надо взаимодействовать с режимом. Потому что ты подписываешь, ты как задержанный даешь показания, подписываешь бумажки и так далее, и так далее. Есть определенные технологии, как выйти безопасно, а есть радикалы, которые вызывают у меня страшное уважение, которые отказывают сотрудничать с режимом даже в таком плане. Они просто в отделении полиции молчат, после чего сидят 48 суток, потом отправляются на 15 суток. Это позиция, это технология. Но это вот их технология, которую они верят, что она приводит к успеху. Если ты простой гражданин без таких каких-то сильных лозунгов в голове, ты хочешь, попав на согласованном митинге в отделении полиции, ты хочешь оттуда выйти. Для этого надо позвонить дежурному прокурору, для этого надо надавить на МВД через прокуратуру, для этого надо пригрозить подать в следственный комитет и так далее, и так далее. Это все делает задержанный, а мы предоставляем ему адвоката, который помогает ему все это делать вместе с господинником. Это сотрудничество с режимом, и правозащитники вечно это делают. Я думаю, что это не сотрудничество с режимом, это работа с режимом. Это не единственная работа, где это присутствует. Мне кажется, что в «Харте 77» действительно была бы очень хорошая идея. Но я просто хочу сказать, что я чем дальше слушаю себя, в первую очередь, нас всех. Я все-таки не то, что хочу отнять пальму первенства у Акунина, но ведь на книжном фестивале, который устраивал Борис Куприянов два года назад, был огромный круглый стол, который назывался «Интеллигенция и коллаборация». Это совершенно не первый раз обсуждается, обсуждается и обсуждается. Ни к чему это совершенно не приводит. И все как работали, где... Да, да, да. Ну почему? Есть, что-то приводит к члену выбору. Ребята, можно я скажу... Ну, каждого отдельного человека, это другое дело. То, что я поднимаю под режим, и сотрудничество, и не сотрудничество, вы можете там поспорить или нет. Режим — это некоторая репрессивная машина. Эти репрессии исходят от власти, там, любого уровня, скажем сейчас. Эти репрессии могут быть как физическими, а именно посадка в автозаке и заключение, так и интеллектуальными, когда общество заставляет думать по определенным схемам и шаблонам. Вот, элитационистская политика последнего времени, ну и так далее, и так далее. А сотрудничать, как мне кажется, это соглашаться с тем, что тебе предъявляет эта силовая машина. Вот, собственно, мне кажется, это довольно простая история. Я подготовила пару анекдотов на тему сотрудничества из сферы совершенно не интеллектуальной, а из сферы немножко другой. Эти анекдоты о техниках внутреннего неповиновения, о техниках несотрудничества. Мой друг, доктор, заведующий отделением, профессор очень хорошей квалификации в моем любимом Воронеже, получает задание дежурить всю ночь и сообщать о каких-то внезапностях в своей сфере, потому что якобы приезжает то ли Путин, то ли кто-то из правительства. Короче говоря, и нужно звонить в администрацию области. Прекрасные его подчиненные разошлись так, что звонили им через каждые 15 минут. Понимаете, да? И в 3 часа ночи им уже позвонили, сказали, все, все, ребят, мы снимаем этот вопрос. Мы вообще, мы были не правы, вы не должны были нам звонить со всякими вот такого рода вещами. А вторая история относится к 95-му году, она рассказана мне братом, она из мира рок-музыкантов, это тоже относится к провинции, вызывают одного из панк-музыкантов ФСБ, так даже не помню, как она называлась, и начинают склонять его к сотрудничеству. И склоняют его час и полтора, и он, в общем, как такой, ну, он изображает покорность. Понимаете, да, он изображает покорность, он говорит, да, 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 да. И в конце вот этого переговора с этим офицером он так вот садится и говорит, все сделаю, а пистолет дадите? И этот офицер просто орет на него и выбрасывает его из кабинета. Я вспоминаю сейчас и Бродского, который продемонстрировал нам, будучи в ссылке, что можно выполнять двойную норму. И если уж совсем обращаться там к библейским текстам, сделай ту меру, которую тебя просит, которая заставляет тебя делать этот человек, и сделай больше. Я говорю о том, что техник, в том числе юродивых техник обращения с тем, как тебя пытаются заставить делать то, что противоречит и твоему человеческому достоинству, и представлением о свободе и демократии, и о твоем, и даже твоему личному представлению о красоте и правде, таких техник вообще-то имеется достаточное количество в истории не только России, но и в истории вообще, мне кажется, всего человечества. Может быть, я идеалистична, но мне кажется, это простая практика, простая жизненная практика. Ну, если тогда, понимаешь, не нужно ни лозунга, ничего, потому что, ну, дальше это уже уровень, ты выходишь на такой экстремальный уровень, если тебя просят, например, вот, отвечу анекдотом на анекдот. Когда я поступила в университет, как раз случился фестиваль молодежи и студентов в 85-м году. И, значит, поскольку я сдала язык, и я его знаю, значит, мне сказали, чтобы я... Вот, и наши группы инструктировали, как надо с иностранцами себя вести. И, соответственно, нам говорили, вы понимаете, что они сюда специально едут, везут порнографию, чтобы нас всех развращать здесь, и какие-то там страшные еще вещи, поэтому вы должны следить, не передают ли они, если они, например, станут вам давать порнографические открытки, на полном серьезе это все говорилось, вы должны сразу же с этими открытками идти, там, не знаю, в учебную часть. Вот. Взять эти открытки, да? Нет, взять и идти с учебной. Но если они вам дают, я тебе скажу, что, вам скажу, что, значит, ну, не знаю, из нашей группы половина студентов с восторгом, когда несчастные эти приехавшие иностранцы вешали на вешалке свои пульты, они бросались, но все, обыскивать все карманы, но не потому, что вот сейчас ты, конечно, скажешь, что они просто хотели посмотреть порнооткрытки. Нет, потому что они действительно хотели что-нибудь найти, отнести в учебную часть, поэтому мы и вообще как-то именно посотрудничать, да так? Мне кажется, это, во-первых, есть, ну, в человеческой натуре заложено много темного и, так сказать, и всякого, и жестокого. Вот это та же история, как эти люди, которые звонили каждые пять минут, что-то там сообщили. Но мне кажется, что мы должны говорить не вот в каких-то экстремальных вещах, да, а интересно говорить от тех, кто находится в слое нормы, да, вот мы живем каждый день, нас не просят пока ни на кого стучать, может быть, это начнется, пока не просят. Это вообще все эти вот большие вопросы перед нами не стоят. Мы живем ужасно комфортно и хорошо. И вот, действительно, вопрос, нет, вот вопрос стоит такой. Ты, работая в издательском доме, принадлежащем лояльному олигарху и абсолютно лояльному олигарху, и поскольку тебе удалось там, поскольку ты пишешь про культуру и ни разу никто к тебе не придарил, и ты не придирался, никаких твоих заметок не снимал. Вот твое, как бы, бытование в этом месте, оно там, когда начинается входить в диссонанс со словами... А это заранее не скажешь. А, нельзя сказать. Заранее не скажешь. Нет, ну тогда эти слова просто ничего не значат. Неправда. Неправда. Совершенность неправда. Ну, еще раз, мне кажется очень странным, что мы как-то начали говорить про правозащиту, которая очевидна вне этого пространства. Но тогда и Совет правоправного человека вне его. Нет. Совет правоправного человека это абсолютно витринная контора, которая на самом деле является ширмой режима. А удалось им когда-нибудь кому-нибудь помочь? Нет, это не совсем так. Ну, кому-то когда-нибудь удалось помочь. Это не совсем так. Дальше мы начинаем на разных пунктах. Люди, которые там находятся, из тех людей, у которых есть представление о чести и достоинстве, они испытывают чудовищный моральный прессинг. Они там не случайны, они там не ради славы, позиции и так далее. Учитывая, что большинство их коллег демонстративно вышли, а они потом вошли, им тяжело. Но они знают, зачем они там. Им это приносит какие-то плоды. Им приходится за это тяжело и больно расплачиваться и расплачиваться. Расплачиваться собственной репутацией? Нет, не скорее репутацией. Пока нет. В какой-то момент, возможно, они оттуда. Я был бы счастлив, или бы они оттуда все вышли. Но я... Интересно. Вы все время противоритесь сами себе. Вы говорите. А потом вы говорите, я был бы счастлив, или бы они оттуда все вышли. Несоизмеримые с тем, чтобы эти люди могли бы сделать в других условиях, например, если бы все готовы были выйти. Всегда есть какое-то злобое звено, которое не готово выйти. Пока они не готовы все выйти, они приносят пользу. Подобного рода аргументы звучали в фашистской Германии. Это вообще ужасно. Нет, мы не можем. Это какое-то... Есть какое-то интернет-правило, на каком месте дискуссия всегда переходит к Гитлеру. Давайте не прогибли. А можно... Расскажи про это магнитикам. А можно... Расскажи про это магнитикам. А можно... Расскажи про это кому-то другому, кого не помогли. Ну, например, да, например, вам нравится, наверное... Мне, например, не нравится, да, по своим соображениям. Мне не нравится антимагнитский пакт США. А нам был магнитский пакт. Вам, наверное, не понравится. А как вы думаете, откуда он появился? Вот магнитский пакт. Что там просто... Про браутер? Ну, вот в тексте что там написано? На чем он базируется как документ? Он базируется полностью на исследовании этого дела, Совет Павловича при президенте Владимире Путине. Вот это их работа. Да? Вот так. Я сейчас не готов спорить, но я думаю, что вовсе не только на этом. Конечно же. Ну, нет, было много дворих актов. Совет Павловича занимался этим делом, но там было много всяких исследований по поводу дела магнитского, и вовсе ни один Совет Павловича принял в этом участие. Я-то не говорю, но если можно взять и сравнить текст, то выйдет так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!